Будем надеяться, что больше со звуком таких перепадов не будет. И у нас сегодня семинар. Семинар у нас предназначенный для разных задач. В частности, сегодня семинар, его основная тема посвящена консультациям, вопросам и ответам для выпускников, тех, кто был у нас, для тех, кто у нас еще не обучался, возможно, у кого-то есть вопросы по будущим курсам, которые они собираются рассматривать для обучения. Я кратко начну с своего представления. На сайте специалиста можно найти информацию к нашим преподавателям. Меня зовут Яков Михайлович, фамилия моя Васин. Я уже отвел 8-часовой курс, поэтому немножко заплетается язык. Вся информация обо мне представлена на этой странице, на сайте специалиста. Я сертифицированный специалист по Google AdWords, по Google Analytics, по Яндекс.Директ, соответственно, по управлению проектами в Agile методологиях и в 1С-Битрикс я веду администрирование курса в рамках этого центра. Соответственно, вопросы, касающиеся интернет-маркетинга, тех курсов, которые у нас непосредственно проходят, это еще раз напомню, Директ, AdWords, Аналитика, SEO. Кто уже проходил их, у тех, возможно, какие-то есть вопросы. Кто еще не приходил, возможно, есть вопросы, касающиеся обучения, или непосредственно программ, или выбора тактики обучения. Поэтому welcome к вашим вопросам. Слушатели на вебинаре у нас есть возможность задавать вопросы в чате. Чат я читаю, чат я вижу. Соответственно, слушатели, которые у нас присутствуют в офлайне, они могут задавать вопросы напрямую. Кроме того, в вебинаре есть возможность задавать вопросы и голосом, но, секунду, я сейчас посмотрю, есть у нас такая возможность или нет. У меня колонки включены, пока еще ни от кого я не слышал вопросов, поэтому, к сожалению, пока не знаю, работает ли он. Но, в конце концов, в чате, интересно, вам можно задать эти вопросы. Итак, собственно, готов к диалогу. Возможно, какие-то вопросы уже сейчас есть, готов их выслушать. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . . . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Создание. Ремаркетинговых компаний. Опять же. В совмещении с Яндекс метрикой. шаблонизации. Определенный сложный таргетинг рекламных компаний. Построение грамотных, правильных, развернутых структур аккаунта. И вопросы такие оптимизации. Как можно увеличивать CTR. Каким образом можно использовать какие-то официальные, неофициальные методы по улучшению своих рекламных компаний. Как можно делать объявления более привлекательными для аудитории. Какие можно для этого использовать ходы. Число показов, число переходов, методики оценки в конце размещения. Как улучшить эффективность ключевых слов в объявлении после того, как рекламная компания уже прошла. И некоторые аспекты отчетности. В совокупности спектр этих параметров соединяется у нас в этом новом курсе. Непосредственно с 1 сентября в Яндекс.Директе произошли довольно серьезные изменения, касающиеся формирования аукциона, проведения этого аукциона. Кроме того, изменились политики для оценки сети АРА объявлений в верхнем и нижнем размещении. Произошел ряд других некоторых изменений. И это все в совокупности как раз затрагивает, затрагивается у нас вот в этом курсе, который у нас был создан, который у нас называется Яндекс.Директ расширенный. Поэтому, если у кого-то есть интерес по более детальному погружению в эти темы, мы, конечно, ждем вас на этом курсе. Там будут затрагиваться разные темы, типа клик-трекеров, например, еще дополнительно, которые, как ни странно, в России почему-то не очень популярны, но, тем не менее, могут очень дать хороший буст рекламных кампаний. Внешние сторонние продукты программные, которые позволяют оптимизировать рекламные кампании на уровне их обзора. Ну и ряд других еще возможностей по работе с Диэмом. В частности, Яндекс предлагает удобный инструмент по работе с рекламными кампаниями на десктопе, Коммандер и некоторые аспекты, связанные с работой с этим инструментом, мы тоже затронем в рамках этого курса. Вот что хотелось бы сказать в виде анонса изменений, которые произошли у нас в центре. Соответственно, все, что касается серьезных тех изменений, касающихся аукциона, мы рассматриваем в этом курсе. В рамках нашего семинара мы не сможем, к сожалению, просто по объему времени даже рассмотреть весь перечень тех изменений, которые произошли. Поэтому скорее мы будем, наверное, все-таки действовать в рамках чата в рамках «Вопросы и ответы» и постараемся ответить на те вопросы, которые у вас есть. Делаю моменты. Сергей, по-прежнему нет звука или звук появился? Отлично. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Для этого у нас есть курсы. В семинаре предполагается диалог, вопросы, ответы. Продолжение следует. 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 А именно в данный момент я вижу только один результат, который называется органик поиска. То есть естественной поисковой выдачей. Он находится между страницей, единственный этот результат. И основные результаты органик поиска скрыты. Для того, чтобы к ним перейти, необходимо прокрутку использовать. Поэтому, конечно же, те места, наиболее заметные на странице выдачи, их занимает как раз рекламное объявление Яндекс.Директа. По сути дела, Директ – это название сервиса от компании Яндекс, который позволяет рекламодателям привлекать к себе на сайт клиентов с помощью этих рекламных объявлений. То есть каждое из этих объявлений размещено здесь как раз с помощью Яндекс.Директа. Результаты органик выдачи формируются уже на основе страниц сайтов, которые поисковая машина посчитала релевантными запросу «Купить пылесос». И здесь же могут присутствовать еще блоки вставки рекламной выдачи из маркета, например. Это товарные предложения рекламодателей маркета. А в самом низу страницы, после того, как органик выдачи завершена, опять мы встречаем рекламные блоки как раз Яндекс.Директа. Явное упоминание об этом дается вот здесь, когда в начале заголовки объявления указывается, что это реклама. В самом низу страницы «Supplemental Results» находятся дополнительные результаты выдачи по дополнительным запросам, которые использовали люди, которые интересовались пылесосами. Фактически, «Директ» имеет на странице два присутствия. Первое в самом верху, второе в самом низу. И то и то место довольно активно кликабельно. То есть, пользователи довольно активно пользуются этими рекламными объявлениями, поскольку они показываются по принципу контекстной обусловленности. Что это значит? Я набрал «Купить пылесос» и рекламные объявления сюда подставились только те, которые соответствуют моему запросу. То есть, рекламодатели эти объявления разместили, исходя из того, какой запрос я отправляю в Яндекс. В нашем случае это рекламные объявления от компаний, которые продают пылесосы. И, собственно, внизу то же самое. Эффективность таких рекламных объявлений довольно высока. В среднем трафик, который приходит из рекламной сети «Директа» по показателю отказов, например, находится на уровне всего лишь 20%. Это довольно хороший показатель. Конечно, он в разных нишах различен, но примерно в очень среднем, если сказать, то 20% – это довольно неплохой показатель. Бывает и ниже, бывает и выше. Для сравнения, трафик, приходящий из органик-выдачи, может иметь процент отказов 40-60%. И это никого особо не пугает, потому что трафик, приходящий из органик-выдачи, менее точен в смысле попадания в аудиторию. Рекламная система «Яндекс.Директ». Да, вопрос задают, соответственно, почему кто-то оказался наверху, кто-то оказался внизу. Это довольно большая разница, конечно же, как вы понимаете. Те, кто находится в верхнем месте размещения, собирают самый основной трафик, конечно же, потому что по ним кликают наиболее активно. Те, кто находятся внизу, они, конечно, получают меньшее внимание и меньшее количество кликов. По какому принципу они были распределены? В первую очередь, по принципу, который называется кликабельность. То есть документы, точнее в данном случае рекламные объявления, которые имеют большую кликабельность, то есть по которым чаще кликают из общего количества показов, они получают, как правило, более высокие позиции. Это первый показатель. А второй показатель, конечно же, это цена. Те рекламодатели, которые предложили за аукцион большую цену, то есть смогли сделать большую ставку, они получают при учете еще и кликабельности, то есть этих двух основных факторов, хотя это не единственные факторы, которые определяют в итоге место, но это наиболее заметные, наиболее важные факторы. И, соответственно, они получают более высокие позиции. Кликабельность этих рекламных объявлений очень высока. Как я уже сказал, они занимают всю основную часть первого экрана, поэтому самое основное внимание им. И, соответственно, они получают максимум кликов. Те рекламодатели, у кого по каким-то причинам либо невысокие показатели кликабельности, либо недостаточный показатель ставки, то есть цена, которую они готовы предложить, они могут находиться ниже. Скажите, а вот при оплате рекламной кампании, получается, я выбираю ставку, которую я выбираю рекламную кампанию в день? Да, и тут дело не только в день. Вы можете назначать ставку и на неделю, там выбирать рекламный бюджет недельный. Вы можете выбирать какие-то другие варианты стратегий. Ну, например, мне необходимо обеспечить среднюю цену перехода в размере 15 рублей, допустим. Это очень гибкая стратегия, и она очень интересна, конечно, рекламодателю, которому нужно, например, удержать свои расходы в размере определенного уровня. То есть сам директ предлагает разные стратегии, мы их подробно рассматриваем на занятии. Там их не меньше восьми, и у каждой есть свои особенности. Но в целом для любого рекламодателя можно найти свою удобную стратегию. Но в любом случае оплата объявлений не в принципе даже на первой странице появится. На самом деле процесс оплаты очень тоже вопрос важный. В контексте оплата происходит не тогда, когда вы размещаете объявление, а оплата происходит в момент клика. То есть рекламодатель не платит за размещение своего объявления, по сути дела. Он платит только за каждый клик, который получает он по своему объявлению. То есть если бы я сейчас, например, кликнул по какому-то из этих объявлений, то меня бы, соответственно, перебросило на сайт рекламодателя, вот на этот, например, в данном случае. И тогда я бы, соответственно, уже дальше что-то делал на этом сайте, а рекламодатель сам заплатил бы цену клика тогда. Ту цену, которая как раз определилась по аукционам. Вот как раз этот самый аукцион он довольно серьезно сейчас изменился. Там очень много деталей, о которых также кратко не расскажешь. Но я думаю, что с традиционным аукционом все знакомы. Это когда идет просто определение места размещения, и за него торгуют сарекламодатели, каждый делая свою ставку. Побеждает, конечно, тот, кто в традиционном классическом аукционе сделал большую ставку. Но в Директе немного по-другому все происходит. Во-первых, не только ставка определяет победителя, но еще и показатели качества и кликабельности объявления, и ряд других принципов. Могу ли я намеренно поместить свое платное объявление в Директе в нижней части страницы? Да, каждый рекламодатель имеет возможность выбрать место размещения. На самом деле, далеко не всегда верхнее место размещения может быть интересно рекламодателю, потому что в нем очень высока кликабельность, то есть очень высока частота кликов. Некоторым рекламодателям это не нужно. Например, они не могут просто обработать такой объем заказов, или просто они не обладают таким бюджетом, потому что если вы получаете в частом, допустим, полторы тысячи кликов, это будет, соответственно, означать, что вы должны будете заплатить за каждый клик определенную сумму. В итоге это все, конечно, выльется в некий бюджет. Поэтому вот тут внизу рекламодателей больше. Это рекламодатели, которые чаще желают либо сэкономить, либо им не нужен большой объем, соответственно, переходов, либо еще какая-то причина их заставляет использовать нижние места размещения. Но рекламодатель может выбрать, размещаться ли ему вверху или внизу страницы. Есть некоторые нюансы, связанные с попаданием в верхнее место размещения. Например, в верхнее место размещения может попасть не каждый рекламодатель, не каждое объявление. Объявляют особые требования для попадания в верхнее место размещения. Но в целом, конечно, это по усмотрению рекламодателя. А как обезопасить себя от того, чтобы вообще на второй-третьей странице не оказаться? Или такого не будет? Такой возможности, ну как официально, нет. Вы просто должны следить самостоятельно за рекомендуемыми ставками. Система всегда показывает, какая ставка. Вот, кстати, кто-то сейчас у нас спросил, что такое вход в гарантию. Это как раз минимальная цена, которую требуется заплатить, соответственно, рекламодателю, для того, чтобы попасть вот в это место размещения. Для первой страницы. Да. Для первой страницы эта цена одна, для других страниц она, конечно, ниже. Гарантия – это то, что внизу, а то, что вверху – это спецразмещение. Яндекс.Маркет, имеет ли он какое-то пересечение с Директом? Напрямую – нет. Это два совершенно разных сервиса. Никакой прямой корреляции они не имеют. Но вы видите, например, вот даже в этом примере, что рекламные объявления из маркета, они практически сразу следуют за рекламными объявлениями Директа. Поэтому, конечно, эффективность вот такого размещения тоже будет крайне высоким. Но работа с маркетом – это совершенно другой аспект. Там требуется подготавливать выгрузку своего товарного каталога. Это особая отдельная процедура. И, как вы видите, у маркета не так много рекламных мест. То есть, в данном случае я вижу всего лишь четыре товара. В то время, как у Директа, например, только вверху три места. И, как минимум, четыре, а иногда больше мест внизу. Раз, два, три, четыре. Сейчас, может быть, их и пять. Но прямой связи между маркетом и между Директом нет. Сколько позиций сверху и снизу, может быть, я уже только что сказал. Да, сверху три, снизу на самом деле может быть и вообще ни одного, если, допустим, нет рекламодателей по данному запросу. Но если рекламодателей достаточно, то сверху три места, снизу их может быть пять. В максимуме, ну, по-моему, больше я не видел ни разу. Органическая выдача, они на самом деле будут ли мешать или нет, это уже, скорее, никого особо, наверное, не интересует. Поскольку, фактически, Директ и вот эти вот рекламные объявления, они для Яндекса служат главным инструментом монетизации. То есть, нет практически другого такого канала монетизации поиска лучше, чем Директ. Поскольку поиск, как вы знаете, это бесплатный сервис, и при этом он на самом деле самый ресурсоемкий. Поэтому, собственно, и Яндекс, и Гугл, и другие поисковые машины стараются максимально использовать возможности контекстной рекламы для того, чтобы монетизировать свои бесплатные поисковые сервисы. Рекомендации по составлению текста объявления. Их очень много. На самом деле, по каждому из параметров необходимо говорить отдельно. Скорее, я, к сожалению, не смогу их все перечислить. Но скажу одно, что наиболее серьезно, заметно влияет на эффективность. Наличие того запроса, по которому вы показываете ваше рекламное объявление, внутри текста или заголовка объявления, наверное, можно сказать, это наиболее важный параметр. То есть, вот на это стоит обратить особое внимание. То есть, главная задача рекламодателя сделать так, чтобы рекламное объявление было максимально релевантным, то есть, соответствовало самому запросу, который использует пользователь. Если пользователь набрал купить пылесоса в рекламном объявлении, он видит, ну, например, какой-нибудь, не знаю, там, что-то мало связанное, например, с запчасти для пылесоса, то, конечно же, для него такое рекламное объявление будет неинтересно. Скорее всего, он его не кликнет по нему, а значит, такое объявление получит показ, но не получит клики, значит, его кликабельность упадет. Вопрос задают, как можно разместить объявление на определенный регион, то есть, геотаргетирование объявлений. Это совершенно простая функция, в директе она есть, встроено по умолчанию, вы всегда, любой рекламодатель, когда размещает свои рекламные объявления, выбирает тот регион, в котором он собирается показывать свои объявления. Поэтому регион показов строго ограничен самим рекламодателем. Ограничения там могут касаться городов, всех городов основных России, областей и более крупных регионов, типа Центрального округа там и так далее. Можно выбрать всю Россию, можно выбрать весь мир. То есть, рекламодатель волен сам управлять геопривязкой своих рекламных объявлений. В разных регионах действительно ставки разные, и в этом смысле, конечно, лучшим является подход, когда рекламодатель, если он собирается вести рекламные кампании в разных регионах, в очень разных, ну, например, в Москве, в Новосибирске, в Владивостоке, предположим, что создать различные рекламные кампании для каждого региона, это будет, наверное, разумно, и для каждого региона выбрать свою ставку, потому что ставка определяется конкуренцией. Чем выше конкуренция, как вы понимаете, в Москве она выше, как правило, тем, естественно, выше ставки задирается, потому что цена ставки определяется аукционом. Аукцион, естественно, проходит настолько активно, насколько много рекламодателей, желающих разместить свое объявление. Поэтому вообще верный подход – это когда различные регионы разделяются, и по ним выбираются разные показатели ставок, в зависимости от того, насколько высока конкуренция в данном регионе. Сам директ помогает подсказку получить по каждому региону с точки зрения рекомендованной ставки, так что сделать это нетрудно. По поводу объема текста объявления, здесь рекомендации нету, потому что сам директ строго ограничивает количество символов, которые можно разместить в своем рекламном объявлении. Поэтому, по сути дела, вы все равно не сможете за эти лимиты выйти. И, собственно, скорее даже наоборот, для рекламодателя чаще стоит проблема как бы уложиться в эти лимиты, все, что хочется рассказать, так, чтобы за них не зашкалить. Тоже очень часто такой вопрос задает. Вот у меня есть вопрос от слушателей на вебинаре. Если я уже нахожусь в органик-выдаче, даже иногда в топе, то стоит ли мне вообще связываться с директом? То есть, грубо говоря, если вот, например, мой ресурс уже находится, ну, допустим, вот на третьем месте, как сейчас холодильник.ру, например. Надо ли мне еще дополнительно размещать рекламное объявление в спецразмещении или в гарантии? Тут, опять же, однозначного ответа нет, но наиболее частый такой вот рациональный вариант следующий. Есть сегмент интернет-пользователей, которые принципиально никогда не кликают по рекламе. Есть пользователи, которые никогда не кликают по первым результатам органик-выдачи. Есть пользователи, которые всегда прокручивают до конца страницы. Есть пользователи, которые никогда не прокручивают до конца страницы. То есть поведенческие характеристики аудитории поиска крайне различны. И кроме того, вы видите, вот первый экран, если даже я нахожусь на третьем месте в органике, то меня не видно на первом экране. Таким образом, пользователь, который сейчас попал на эту страницу, он видит сейчас только рекламное объявление Директа. Если он начнет проматываться, объявления Директа для него уже скроются. Но тогда он увидит мое объявление. И опять же, опыт, практика говорит, что лучше разместиться везде. И там, и там, и желательно, чем чаще, тем лучше. К сожалению, это невозможно. Есть ограничения определенные по частоте размещения, а то некоторые бы рекламодатели, я думаю, здесь бы все три места заняли, здесь бы желательно топ-10 бы забили. И тут бы, наверное, еще понавтыкались. У кого бюджета достаточно, они бы точно не стали бы отказываться от этого положения. Поэтому, если у вас есть возможность оказаться в органике, и при этом еще вы думаете, стоит ли поработать с Директом, я бы посоветовал точно это сделать. Директ работает совершенно по-другому, он совершенно другого качества трафик приводит. Другой вопрос, что надо, конечно, оценить эффективность этого размещения, посмотреть, насколько качественной становится аудитория, контекста на вашем сайте. Насколько эффективно вы расходуете средства, и уже на основании только этих, скорее, соображений принимать решение, используя директ или нет. Но на старте попробовать это я бы рекомендовал любому, даже тем, кто находится на первом месте в органике. Хотя, сейчас, конечно, нельзя быть гарантированно стопроцентно на первом месте всегда. Те, кто были у нас на курсе SEO, я думаю, хорошо помнят эту тему. В связи, опять же, с изменениями алгоритмов поисковых машин и Яндекса в частности. Поэтому, тем более, нельзя быть уверенным, что вы всегда стоите на первом месте. Стоит попробовать и то место размещения, и директ, и органику, конечно, совместить. И вот вопрос действительно очень-очень важный. Сейчас стоп-слова и минус-слова – это дополнительные возможности по настройке показов. Когда рекламодатель выбирает, по какому запросу ему можно показываться, нужно показываться, он может ограничить свои показы. Например, вот сейчас я вижу, что по запросу «купить пылесос» люди часто ищут, например, «Эльдорадо», «Видео», «Аквафильтры», «Самсунг», например. Предположим, я не продаю, соответственно, пылесосы с «Аквафильтрами». И я хочу исключить свои показы в случае, когда пользователь набрал «Аквафильтр». Я могу добавить значок «Минус» и использовать слово «Аквафильтр» как стоп-слова. Это может сделать сам рекламодатель. Здесь я показал просто, как это сделать в поиске, но в поиске, конечно, пользователи этого делать не будут. А вот рекламодатель, когда задает запрос, он может добавить к нему любое слово, которое, по его мнению, не является целевым. И таким образом исключить показы своего объявления по фразам, в которых присутствуют какие-то ненужные ему слова. Это то, что касается, собственно, стоп-слов. А вот что касается «Директа» и «Метрики», вот эта тема еще более, наверное, интересна. Я бы точно хотел на ней остановиться поподробнее. «Метрика». Еще один сервис «Директа» неправильно набран. Сейчас. «Метрика Яндекс». Собственно, наверное, может даже самый, наверное, известный сервис, потому что его используют очень многие владельцы сайтов. Это сервис «Аналитики». Отдельный сервис, он напрямую с «Директом» не связан. Вы можете им пользоваться совершенно автономно, отдельно. По «Аналитике» у нас тоже есть курс трехдневный, очень подробный и детальный, где мы рассматриваем и «Гугл-Аналитику», и «Яндекс.Метрику». Но вот для эффективных размещений объявлений рекламных в «Директе» использование «Метрики», наверное, можно сказать, «маст-хэв». То есть обязательно. Дело в чем? Дело в том, что поисковая машина, на самом деле, дело в том, что «Директ», к сожалению, если у него нет информации о том, как ведет себя пользователь на вашем сайте после того, как он кликнул по вашему объявлению, она не может предложить вам настройки ваших рекламных затрат с таргетингом на конверсию. То есть «Директ» не может определить, какие посетители на вашем сайте совершают транзакции, конверсии, а какие нет. В случае же, если у вас на сайте установили метрику, счетчики метрики, то у вас появляются, кроме того, настроили еще цели, и обо всем об этом мы как раз на курсе говорим, то у вас появляется возможность для ваших «Директ» компаний установить особые стратегии расходования ваших средств. Не просто, например, я хочу в рамках моего бюджета получать максимум кликов, а я хочу в рамках моего бюджета получить максимум продаж, что, как вы понимаете, я думаю, значительно более ценно и важно. Потому что переходы, клики – это лишь только поставка посетителей ко мне на сайт, которая не всегда выражается в продаже. А при условии, если я настраиваю таргетинг на конверсии, на продажу, то значит у меня появляется возможность более эффективно расходовать мои средства. Сама система «Директ» будет выбирать такую стратегию показа моих объявлений, которая позволит мне обеспечить не максимум посетителей, а максимум продаж, что значительно интереснее и ценнее. Поэтому в среднем освоить сервис «Метрики» для того, чтобы настраивать более эффективные показы своих рекламных компаний в «Директе» – это очень-очень хорошее правило, практика. И в этой связи, как раз я, например, тем, кто у нас проходит курсы, рекомендую всегда сначала прийти на базовый курс «Директа», на котором мы знакомимся с интерфейсом, знакомимся с системой, с ее основами работы, проводим первичные тестовые настройки рекламных компаний. Затем освоить «Метрику», опять же, прийти, например, на курс «Аналитики», потом связать «Метрику» и «Директ», и только после этого уже проводить более какие-то такие серьезные эксперименты с вашими рекламными компаниями, для чего уже нужно будет прийти в, соответственно, продвигать, например, «Директ». В любом случае, любому рекламодателю использование «Метрики» в связке с «Директами» крайне рекомендуется. Задают вопрос, что такое первое место. В «Директе» в каждом блоке есть понятие первого места. В спецразмещении первое место – это вот это место, первое, которое занимает самое первое объявление. В «Гарантии» соответственно первое место – это место размещения на первом месте в «Гарантии». Если вы говорите про интерфейс «Директа», там есть в одном месте термин такой, первое место, там речь идет о «Гарантии». Первое место – размещение в «Гарантии». Вопрос связки «Директа» с «Метрикой» автоматически перетекает в вопрос, а есть ли у «Директа» возможность связать аккаунт «Директа» с «Гугл Аналитикой». «Гугл Аналитика» возможности имеют более мощные, как инструмент. Поэтому возможность отслеживать «Директ» компании в «Гугл Аналитике» есть, совершенно никаких проблем здесь нет, но наиболее просто все-таки эту связь сделать между как раз «Метрикой» и «Директом», поскольку в «Директе» есть автоматическая разметка ссылок в «Директ» компаниях, которая автоматически же учитывается в «Метрике». Поэтому сделать это проще всего, связь эту «Аналитики» с «Директом» между «Метрикой» и «Директом». В «Гугл Аналитике» опять же повторюсь, все это тоже можно сделать, но это будет уже не автоматический режим, там придется вручную предпринимать некоторые определенные шаги. Поэтому проще и быстрее это сделать между «Метрикой» и «Директом». Соответственно, для «Гугл Эдвордса», например, сервиса, который является аналогом «Директа» в «Яндексе», только в «Гугле», для него также автоматически возможна связка «Гугл Аналитики» с «Гугл Эдвордсом», что тоже логично, то есть это сервис одной и той же организации, одной и той же компании. Еще задается вопрос, оптимальное время размещения рекламных объявлений, длительность их активности при ограниченном бюджете на рекламную кампанию. Время размещения в течение суток, например, не играет никакой существенной роли, поскольку когда вы выбираете стратегию, особенно какую-нибудь гибкую, например, недельный бюджет или еще что-то в этом роде, а вот длительность размещения с точки зрения сроков наиболее эффективна и для сбора первичных данных, для сбора статистики лучшим способом является размещение именно на неделю. То есть недельный интервал позволяет вам получить статистику по всем дням недели, поскольку внутри недельного интервала у аудитории интернетовской есть определенные спады, пики, всплески. В некоторых тематиках, соответственно, выходные, например, работают лучше, где-то работают рабочие дни лучше и так далее. Поэтому наиболее корректные данные вы получите только в том случае, если срок размещения минимум неделя. Например, для тестового размещения первичного, когда необходимо собрать первичную информацию, протестировать кампании, рекомендуется, как правило, двухнедельный интервал. Но неделя это минимум, а лучше, если это будет две недели. Даже при ограниченном бюджете можно выбрать стратегию, которая позволит ваш ограниченный бюджет тратить равномерно в течение недели. Например, у меня есть 500 рублей. Я знаю, что этих денег будет недостаточно для того, чтобы постоянно висеть на первом месте в спецразмещении. Но я могу выбрать стратегию недельный бюджет, указать, что у меня есть 500 рублей. И система сама постарается потратить мои деньги таким образом, чтобы в течение недели равномерно, в течение даже дня, показывать мои объявления таким образом, чтобы их хватило ровно на неделю. И при этом я бы получил максимум кликов за эти деньги. То есть такое размещение возможно и совершенно спокойно. Соответственно, покажу, может быть, опять же, кто-то не знаком с системой Директ, ее адрес, Директ Яндекс.ру. Для тех, у кого есть желание познакомиться более подробно с этой системой, рекомендую в ней зарегистрироваться, поэкспериментировать, посмотреть, как выглядит внутренний интерфейс системы. Но, однако, как показывает практика, это практически всегда рекламодатель, который не знает особенности системы, не умеет правильно ее настраивать. В большинстве случаев все свои первые размещения, по сути дела, как говорят рекламодатели, сливает бюджет просто. Поэтому, скажем так, экспериментировать на реальных деньгах все-таки, наверное, не самый правильный подход. То есть лучше все-таки познакомиться с системой более подробно. Как раз наши курсы для этого предназначены, или какие-то другие, или, может быть, вы найдете какой-то другой способ детально освоить особенности этой системы, это было бы очень полезно. Да, Сергей задает вопрос, можно ли настроить третье место в спецразмещении. То есть могу ли я всегда находиться только на третьем месте. Да, возможность такая есть. В Директе есть такая стратегия. Это всегда по минимальной цене. Но в связи как раз-таки с изменениями, которые произошли в последнее время, сейчас это не самая лучшая стратегия, поскольку аукцион поменял свою структуру. И сейчас, если раньше это была очень популярная стратегия, очень часто выбираемая, то сейчас она, как правило, не дает того экономического эффекта, которого от нее ожидают. Поэтому сейчас немножко другие стратегии можно рассматривать. еще вопросы, коллеги. Андрей спрашивает, спасибо за вопрос, выдает ли Директ свою статистику рекламодателю. В интерфейсе Директа, да, есть статистическая информация по каждому рекламному объявлению, по каждой группе объявлений, по компаниям, в любых разрезах все это доступно. Однако, нужно иметь в виду следующее. Директ как раз таки выдает статистику, непосредственно связанную с самим Директом. То есть, вот мое рекламное объявление, Директ следит за ним до того момента, пока пользователь не перешел на сайт рекламодателя. Как только пользователь перешел на сайт рекламодателя, то если, тем более, там не стоит счетчик о метрики, то, по сути дела, у Директа нет никаких инструментов для контроля за тем, что там пользователь на этом сайте делает. Совершает ли он транзакции или нет, сколько страниц он просматривает и так далее. Поэтому в Директе аккумулируется информация непосредственно по объявлению, по его кликабельности, по количеству его показов, по позициям, на которых оно показывается, это объявление, по ключевым запросам, по которым происходили показы объявления и так далее. То есть, это все связано непосредственно с интерфейсом Директа или Яндекса. А вот что будет происходить после перехода пользователя к вам на сайт, наиболее детально и подробно вы можете получить только в случае, если у вас есть установленная метрика. Потому что в отчетах метрики вы уже сможете получить данные полные. Потому что по каждому посетителю, ну, не индивидуально посетителю, а фактически по каждому переходу, который сгенерировала вам система Директ, там будут представлены данные по каждому объявлению, по каждой группе объявлений, по каждой компании, по ключевым запросам. Мы будем видеть, что делали эти пользователи, сколько транзакций они совершили, сколько конверсий. И эта информация более ценна для нас, потому что мы можем понять, наши затраты на введение данной рекламной кампании какой-то, отбиваются они для нашего сайта или нет, приносят ли они нам реальный доход или нет. И на основании этого мы можем принимать решение о том, какие рекламные кампании эффективны, а какие нет. В то время как на основании одних лишь данных самого Директа мы этого сделать вывода не сможем. объявление одно фраза, одно объявление одна фраза. Ну вот как раз еще задают вопрос фишки какие-то эффективного размещения. Вот как раз два вопроса можно объединить. Вот одно объявление одна фраза, это как раз и есть одна из фишек, которую можно легко использовать. И очень часто рекламодатели так делают в ситуациях, когда позволяют возможности, потому что создавать под каждую фразу отдельное объявление, это, конечно, очень трудоемко. Однако это дает наиболее серьезный эффект, конечно. То есть вот такая стратегия позволяет очень гибко управлять стоп-словами, анализировать статистику, выставлять ставки дифференцированно, ну и множество других интересных возможностей, кроме того, что сейчас в Директе есть возможность создавать несколько рекламных объявлений внутри одной группы объявлений и тестировать, соответственно, контент объявления, текст объявлений на предмет того, какие из вариантов объявлений работают лучше по данной фразе. Это очень и очень хорошая стратегия, интересная, но опять же ее не всегда используют, потому что не всегда есть такая возможность. Тем не менее, если она есть, вот это один из хороших таких приемов, который может дать вам заметное увеличение эффективности расходования средств. Сергей спрашивает, как с отчетностью для юридических лиц. Для оплаты Директ-услуг можно использовать любые, соответственно, юридические или физические лица. В зависимости от того, какой тип лица вы выбираете, у вас будут разные формы оплаты. Для юридических лиц, естественно, это безналичная форма. И Директ, как компания, как организация, предоставляет все бумажные документы, которые необходимы для закрытия взаимоотношений с Директом. Все платежи облагаются НДСом, поэтому предоставляются счета фактуры, акты по итогам месяцев, каждого месяца. И, ну, по сути дела, никаких сложностей здесь нет. Да, вот Андрей еще задает вопрос по поводу накопительных скидок. Как раз-таки именно эти накопительные скидки в связи с изменениями с 1 сентября, они отменены. Раньше действительно у любого рекламодателя была шкала прогрессивная накопительных скидок. В зависимости от того, какой объем бюджета расходует данный рекламодатель, он получал некие определенные бонусные скидки. Сейчас информация опубликована такая, что с 1 сентября все вновь созданные компании под эту прогрессивную шкалу скидок уже не подпадают. Что происходит с теми, у кого она действовала, пока, к сожалению, ответить не могу, но, скорее всего, эта программа и для них тоже будет завершена. И таким образом, собственно, она изменена. То есть сейчас этой прогрессивной шкалы уже в актуальном виде нет. Вообще никаких поощрений? Есть, но они носят неденежный характер. Там другой формат уже, как бы стимулирование, и он поменялся. В чем основные и самые важные отличия Директа и Эдворца? Думаю, что, наверное, все знают, что, собственно, Google и Яндекс на нашем рынке являются двумя такими некими поисковыми конкурентами. В отличие между ними, в настоящий момент, следующие. Если речь вести о поисковых сервисах этих двух гигантов, то у Google аудитория, объем аудитории в Рунете, которая собирает поиск Google, составляет приблизительно около 35-40% по разным данным, по разным оценкам от общего объема всех поисковых запросов, которые делает пользователь Рунета. Яндекс приблизительно обрабатывает в районе где-то около 50-55% от всех поисковых запросов. Опять же, по разным данным, точных оценок никто не дает, но это действительно приблизительно где-то так. Таким образом, отличие главное для рекламодателя заключается в первую очередь в том, что эти площадки имеют разный потенциал аудитории, то есть они у них немного отличаются, хотя разница это не критичная, но, тем не менее, у Яндекса аудитория чуть больше. И, как вы понимаете, раз аудитория больше, значит, рекламодатели, как правило, более активно размещают свои средства в Директе, значит, автоматически растет конкуренция. Раз растет конкуренция, растет, соответственно, цена аукциона, и, как правило, цена привлечения одного посетителя тоже может быть выше. Хотя, еще раз повторюсь, это не для всех запросов, это для определенного сегмента запросов, самого широкого, конечно, но, тем не менее, то есть, если усреднять все показатели, то можно сказать так, что в среднем в Директе из-за более высокой конкуренции цена ставки выше. У Яндекса очень активная комьюнити ресурсов, которые используются им как площадки для размещения их рекламных объявлений, так называемая рекламная сеть Яндекса. У Гугла она меньше по объему. Вот, наверное, основные отличия, но тут, опять же, в зависимости от того, в каком сегменте, в какой тематике рекламодатель работает, нельзя сказать, какая из площадок будет для него прям однозначно лучше или хуже. Бывают тематики, в которых аудитория более активна в Гугле, а есть тематики, в которых аудитория более активна в Яндексе. Поэтому, скорее, наверное, эксперименты, реальная практика работы может показать, что работает лучше для данного конкретного рекламодателя. Если рекламная компания на частное лицо оформлена, точнее, не оформлена, она ведется от имени частного лица, как ее перевести на юридическое лицо, в сервисе платежей Яндекса, через которые вы непосредственно производите оплаты, есть возможность создать нового плательщика. Новый плательщик должен иметь статус юридического лица, и с этого момента, как только вы создадите этого плательщика, укажете новые реквизиты этого юридического лица, вы уже непосредственно взаимодействуете с отделом продаж директа, где при необходимости вы получаете договор, соответственно, выставляются вам счета уже на безналичную форму оплаты, и в дальнейшем вы уже с ними согласовываете процедуру документа оборота. В некоторых случаях может оказаться так, что данный конкретный аккаунт неудобно просто перевести из-под физика на юрика, тогда можно создать отдельный аккаунт, и в нем, собственно, выбрать сразу с самого начала юридическую форму. Имеет ли смысл давать рекламу одновременно в AdWords и в Директе? Конечно. Почему нет? Потому что я сказал, что аудитория Яндекса и Гугла она различна. Опять же, тут можно сказать смело, что есть пользователи, которые только Гуглом пользуются, есть пользователи, которые только Яндекс пользуются. Поэтому, если вы хотите максимально широко охватить вашу потенциальную аудиторию, не упустить ваших потенциальных клиентов, использовать надо обе эти площадки, обе из них дадут вам свою часть потенциальных клиентов, и таким образом, конечно, работать надо с обоими площадками. Сейчас, коллеги, я смотрю на 100%. Смотрю на то, какие вопросы я, возможно, еще пропустил. Есть ли ограничения на массированную рекламу? То есть, можно ли рекламодателю скупить все рекламные места? Это, конечно, было бы здорово, хотя, конечно, это кого-то бы точно расстроило. Да, есть ограничения. Конечно же, невозможно создавать рекламных объявлений неограниченное количество для того, чтобы забить все рекламные места. Это является нарушением условий лицензии Директа. Даже если вы это будете делать с огромным желанием заплатить денег, к сожалению, никто не даст вам такой возможности. Манипуляции в этом направлении, конечно, какие-то возможны, но Яндекс старается, конечно, отслеживать такие дела и принимать соответствующие меры в отношении лиц, которые занимаются этим. Причина довольно простая. Я уже говорил, что если бы такая возможность была, то некоторые рекламодатели могли бы просто скупить все рекламные места и произошла бы монополизация полная. В выдаче, соответственно, получилось бы, с кем тогда конкурирует рекламодатель сам собой. С одной стороны, это для него невыгодно, то есть получается, что у него три рекламных объявления, и каждая из них конкурирует со своим же рекламным объявлением. Естественно, что в этом случае он мог бы поставить самые минимальные ставки, и тогда бы, конечно же, доходы машины крайне сильно упали. Поэтому с этим подходом поисковые сервисы, сервисы Директа и AdWords борются активно, и возможности таких не дают. Потому что только аукционная модель, только конкуренция позволяет определять истинную цену для рекламного объявления. А это возможно только в том случае, если есть открытая конкуренция за каждое место. Еще вопросы? Коллеги, благодарю вас за вопросы. Было приятно услышать так много разных вопросов, касающихся организации работы и самих этих сервисов. Очень здорово то, что они касались именно основных принципов функционирования этих инструментов. Наш семинар рассчитан до, соответственно, 20.00 по времени. У нас время подходит к концу, завершается. Поэтому я еще какое-то время готов ответить на вопросы, но с теми, у кого вопросов нет, готов попрощаться. Спасибо вам огромное еще раз. Ждем вас и у нас на курсах, на других семинарах нашего центра. На сайте специалиста я уже показывал, где вы можете найти информацию по нашим бесплатным вебинарам. Сейчас уже я закрыл эту вкладку. Поэтому записывайтесь, ждем. Спасибо. Благодарю всех, кто написал нам. Юлия, спасибо, до свидания. Виктор, благодарю. Спасибо, кто был здесь с нами тоже. Насколько время позволяет, я надеюсь, мы его недаром потратили. Все-таки было много вопросов. Конечно, подробно что-то рассмотреть можно, только все более развернуто в рамках курса. Отметим сейчас 52 пользователя у нас было. До свидания, всего доброго. Всего большое, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...